На праздновании 89-й годовщины Дня Ленинградской области в городе Сланце родилась новая благородная традиция. В целях поддержки многодетных семей, воспитывающих семь несовершеннолетних и более детей, с апреля 2016 года в Ленинградской области установлена новая мера социальной поддержки. За счет областного бюджета бесплатно обеспечить многодетные семьи транспортным средством. На праздновании Дня Ленинградской области глава 47-го региона торжественно вручил ключи многодетным семьям города Сланце и Сланцевского района. Мы этот год проводим под знаком Года семьи. Это год семьи, который был объявлен как Год Ленинградской области. И этот год был очень важен для нас, для правительства Ленинградской области, для законодательного собрания Ленинградской области, потому что этот год позволял нам более внимательно, более ответственно посмотреть, как же живут семьи Ленинградской области. И этот год был не просто назван Годом семьи. В этом году был дан старт целому ряду проектов, которые будут длиться не один год, 5-7 лет. И эти проекты все посвящены нашим семьям. И сегодня как раз мы даем старт одному из законов, которые были приняты в этом году. Это закон о поддержке многодетных семей, у которых рождается седьмой и последующий ребенок. Это самые большие семьи Ленинградской области. Дело в том, что не просто вырастить детей, когда в семье их очень много, очень трудно еще и обеспечить им возможность приехать в школу или после школы все вместе выехать за город, например, на приусадебный участок или, например, приехать в Санкт-Петербург. И не раз во время встреч с этими многодетными семьями они поднимали вопрос о том, что им необходим транспорт. Большой транспорт типа микроавтобусов для того, чтобы они могли все дружно передвигаться по нашей большой Ленинградской области. В этом году счастливыми обладателями новых «Газелей» станут 43 многодетных ленинградских семьи. На праздники подарили первые три новеньких микроавтобуса. Большой сланцевской семье Васильевых, в которой воспитывается девять несовершеннолетних детей, дружным семьям Репченко и Подашевым. У них по восемь несовершеннолетних ребятишек. Теперь возможно в Санкт-Петербург выехать, в музеи, в всякие там зоопарки, цирки. А раньше это проблематично было? Ну, раньше на девятке, на пятнадцатом модели ночью по семь, по восемь детей же опасно возить. Там вообще разрешено теперь с креслами. А теперь, чтобы не нарушать закон, можно всех детей посадить и спокойно ехать. Ну вот ваша первая поездка куда состоится? Вы уже запланировали? Да, в Петербург обязательно. В церковь покрестить детей? В церковь надо двоих последних еще окрестить. Свои бабы Зои, она там работает. Ну а потом уже бедно будет. Вместительные и комфортабельные транспортные средства, украшенные шарами и лентами, как нельзя кстати, таким героям родителям и их детям. Это серьезное подспорье для улучшения качества жизни и оптимизации времени на дорогу. Хозяйки дома. Продолжение следует...